То есть вы будете более приближены именно к реальному спамину. Научиться драться до профессионального уровня. Чемодан. То есть представьте, что вы веревка. У меня к вам будет один вопрос. Возможно ли научиться драться в домашних условиях? Потому что очень часто в комментариях я вижу, что Андрей, как можно научиться драться, не ходя на секцию? Вы думаете, я этого не понимаю? Я отдал спорту 19 лет своей жизни и продолжаем заниматься. Я выполнил норматив мастера спорта. И думаете, я не понимаю, что невозможно научиться драться в домашних условиях? Но представьте тех людей, у которых, первое, нет возможности посещать секции. Второе, если бы даже они хотели этого сделать, то в их маленьком городе, либо поселке, деревне этого попросту нет. И для того, чтобы у этих людей было какое-то занятие, было какое-то стремление и, возможно, даже цель, я делаю такие видеоуроки, которые помогают вам хотя бы немножко, но приобщиться к данной культуре спорта, хотя бы немного почувствовать себя в шкуре бойца. Поэтому, друзья, я прекрасно понимаю, что в домашних условиях научиться драться до профессионального уровня это сделать практически невозможно. Можно научиться каким-то зам, но все равно это сделать крайне сложно. Я не понимаю одного, я не понимаю тех людей, которые, живя в большом городе, боятся записаться на секцию, но при этом у них есть желание научиться драться, боятся то, что их будут осуждать, то, что им будут бить по морде, а не получив ни разу по морде, вы не почувствуете, что такое настоящий спарринг. Потому что, на самом деле, весь опыт, он приходит именно в спарринге, именно в соревновательном периоде, либо в спарринге с партнером и так далее. Это и есть совокупность вашего опыта. И чем больше, больше вы будете получать, чем больше вы будете совершать ошибок, как, в принципе, и в жизни, тем лучше у вас будет получаться. Итак, тема сегодняшнего выпуска подойдет для всех, как для бойцов, которые занимаются в секциях, так и для людей, у которых нет возможности ее посещать. У меня здесь есть чемодан, и в этом чемодане находится кое-что очень-очень интересное. Я давно хотел заказать данный тренажер, я делал его как-то самостоятельно, но фишка именно этого тренажера... Опа! Вы уже догадались, да, что это? Эта штука называется Fightball. Итак, что же это за штука-то такая и где ее приобрести? Во-первых, ссылку на сайт я оставлю в описании к этому видео. Нашел новый сайт, где есть очень много различных снарядов, не только для бойцов, но и, в принципе, для домашних тренировок. Эта штука отличается от самодельной штуки очень многими факторами. Во-первых, здесь удобное крепление, то есть можно зафиксировать себе по голове, но фишка не в этом. Фишка в том, что этот мяч, он гораздо тяжелее теннисного мяча. И для того, чтобы развивать не только координационные движения и скорость ударов, точность, это все тоже в нем есть. Но самая главная фишка этого тренажера, что вам необходимо бить сильнее. То есть если вы будете бить слабо вот так, как обычный теннисный мячик, то как бы у вас упражнения получаться не будет. Поэтому вам этот тренажер будет помогать развивать именно удары. То есть вы будете более приближены именно к реальному спамингу. Я имею в виду по силе удара. То есть теннисный мячик слишком сильно не ударишь, потому что он отскочит в голову, вы даже не успеете среагировать. А этот мяч можно ударить посильнее, он достаточно тяжелый. То есть если его ударишь слабо, то он особо не отскочит. Поэтому для выполнения данного упражнения придется прям вкладываться в удары. Помимо точности и резкости, он развивает именно саму мощь удара. То есть вы постепенно нарабатывая таким образом, вы будете привыкать. Именно вы будете привыкать бить сильно. Потому что я часто вижу одна из ошибок таких, что вы начинаете просто помечать. Такого делать не нужно. Либо вы бейте удар, либо не тратьте попросту энергию. Этот тренажер поможет вам бить акцентированно. Это сложно, да. То есть это не с первого раза будет получаться. Но тем не менее, очень много плюсов он дает. Первый, самый главный плюс, о котором мы с вами поговорили, то, что здесь более-менее приближено именно к реальному спаррингу. Второй плюс это точность и скорость ударов. То есть таким образом вы будете нарабатывать точность ударов, точность попадания, будете нарабатывать координацию, реакцию на удары. И третий плюс, он поможет вам разогнаться, поможет стать более пластичнее. Потому что повсеместная ошибка. Если, особенно когда качки с накачанными мышцами, чисто физиологически они мешают. Когда сильно огромный бройленный качок, это мешает. Но когда вы мышцы напрягаете и пытаетесь работать как робот, то есть не слушаете свое тело, не взаимодействуете со своим телом. У вас ничего не происходит. Поэтому необходимо расслабиться. То есть прям полностью расслабиться. То есть представьте, что вы веревка. Не акцентируйте свое внимание на мышцы. Почему детей научить проще, чем взрослых? Потому что дети меньше думают. Взрослые начинают думать, как поставить ногу, как ударить и так далее, чтобы сделать все идеально. Идеала не существует. Каждый берет то, что он умеет делать. То есть у каждого своя техника. Но база она все равно одна. Поэтому, друзья, необходимо расслабиться. То есть расслабьтесь. И тогда у вас будет реально получаться хорошо. Попробуйте взаимодействовать со своим телом. То есть удар он идет от корпуса. Вот представьте, да, либо вы бьете просто рукой, либо вы бьете всем корпусом, то есть плечом. Гораздо сильнее будет удар. Потому что удар это по факту импульс. Да, это скорость в квадрате, помноженная на массу. И вы передадите импульс другому физическому лицу, другому физическому телу, которое примет на себя удар. То есть чем сильнее будет импульс, чем больше вы массы вложите в удар, чем больше ваша скорость будет, чем сильнее будет удар. Данный тренажер очень хороший. Его можно регулировать. То есть смотрите, когда вы купите, правильно его отрегулировать, чтобы ваша голова стояла прямо. Он находился на уровне пупка. И начинаете работать с усилием. То есть слышно, да, что я прям хорошо прикладываюсь, видите, то есть я бью удар, и он даже не находится на прямом уровне. В идеале, конечно, поднять его на такой уровень, чтобы он находился на прямой уровень. Также его легче набивать, чем теннисный мячик, в плане того, что легче по нему попадать. То есть он потяжелее, он так сильно не отскакивает. Я вообще рекомендую приобрести как файтбол с теннисным мячиком именно для уклонов, для большей скорости реакции и такой мяч. Потому что, ну это на самом деле очень круто и в домашних условиях его не сделать. Он набит специальным материалом. То есть кулаки вы чувствуете, когда бьете, но тем не менее рука не отбивается. То есть видите, да, насколько сложно его поднять на уровень. Сложно реально поднять его на высокий уровень. Мне кажется, можно даже еще чуть-чуть резинку покороче сделать, наверное, выше пупка на сантиметра 3. Вот так, если сделать, то, наверное, можно будет поднять и на уровень. То есть достаточно, достаточно тяжелый тренажер. Даже после там 30 секунд набивания вы уже чувствуете свою дыхалочку, потому что вы вкладываетесь в каждый удар. Поэтому еще раз говорю, я советую именно такой тренажер. Он кожаный, у него специальная набивка. Его необходимо бить с усилием. То есть можно работать как на уклоны, так, допустим, комбинации ударов. То есть раз, два, три, четыре. Ушли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть разные комбинации ударов. Даже с блоком можно, в принципе, работать боковой. Ушел на дистанцию. Подержал, подержал напрямую. То есть такая работа, она помогает вам раскрепоститься, помогает вам почувствовать удар. Потому что по-другому у вас не получится попросту его держать на уровне. Все просто, друзья. Вот такой тренажер. Регулировать его просто. Здесь две дырочки. Все очень просто. Это еще советское оборудование, которое по сей день реально работает. То есть вот вы здесь можете отрегулировать его по высоте и так далее. Завязать, либо там есть специальный колпачок. Я его просто снял, потому что мне без колпачка удобнее. То, что я могу регулировать его постоянно. Завязал здесь. И пожалуйста. Также, друзья, можно вытащить вот этот мяч. Допустим, это то, что я говорил, иметь и теннисный мячик, и такой. То есть вот эта штука, она по факту вам будет служить и для теннисного мячика. То есть взяли сюда резиночку, прикрепили и поставили теннисный мячик. О деле очень удобная вещь. Она регулируется по голове. В общем, друзья, ссылочку на сайт я оставлю в описании. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Если вы вообще хотите подобного рода ролики, то обязательно напишите об этом в комментариях. Не знаю, поставьте хотя бы плюсик. А с вами был я, Андрей Филиппов. Движение Гориллос. Увидимся, друзья. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok